Здравствуйте! В эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Станислав Сердюков. Коротко о главном, в начале выпуска. Мы возлагаем большие надежды, наши вполне одержимы. Сегодня в Нальчике начались первые поединки за звание чемпиона Европы под Хэквондо. Изменения в ряд республиканских законов, особое внимание правам ребенка. Сегодня в парламенте состоялось очередное пленарное заседание. Жизнь туристов вне опасности. На Эльбрусе завершены поисково-спасательные работы. В Нальчике стартовал чемпионат Европы под Хэквондо. Сегодня Юрий Коков встретился с председателем Европейского союза Хэквондо Афанасиасом Прагласом и президентом Союза Тхэквондо России Анатолием Тереховым. Приветствуя гостей, глава КБР поблагодарил за избрание местом проведения столь значимого спортивного форума Кабардино-Балкарии. Это большое доверие. Международные соревнования. Такого уровня это не только спорт, но и возможность лучше узнать и понять друг друга. Для участников чемпионата и гостей предусмотрена большая культурная программа, которая, надеюсь, позволит ближе познакомиться с людьми и достопримечательностями республики, отметил Юрий Коков. Господин Праглас высоко оценил уровень организации чемпионата, подчеркнув при этом удивительную красоту Кабардино-Балкарии. Здесь очень красиво и нам все нравится. В завершении встречи обмен сувенирами и фотография на память. На чемпионат заявлено 157 спортсменов из 28 европейских государств, 25 почетных гостей, 150 официальных представителей, 40 международных судей. Торжественное открытие в универсальном спортивном комплексе чемпионата Европы под Хэквондо уже состоялось. Сегодня Кабардино-Балкария приняла эстафету памяти. Акция стартовала 17 марта в городе Героя Севастополя. Это часть международного проекта «Наша Великая Победа». С подробностями Осман Казаков. Эстафета памяти объединила 6 государств. В программе маршрута 90 городов. 17 автоколона уже посетила. В целом участники акции должны преодолеть 25 тысяч километров. В Кабардино-Балкарии сегодня к ним присоединились и байкеры. Везде идет теплый прием, везде идет радушие. А Кавказ это вообще что-то особенное. Такого приема, как на Кавказе, ну вообще практически нигде не будет. Именно на Кавказе мы смогли сломить хребет фашизму. И именно отсюда мы смогли их погнать обратно в свое логово. У вечного огня в Нальчике прошел митинг памяти. Общественники, ветераны и школьники почтили минуту молчания тех, кто сложил головы в борьбе с фашизмом. Здесь же у мемориала развернули увеличенную копию знамени Победы. Точет полотна 200 квадратных метров. Мы идем по дорогам наших великих предков, которые одолели этот путь намного в более сложных ситуациях. Мы отчитываем дни до нашей великой Победы. Завершился митинг возложением цветов. После колонна отправилась в Цхинвал. Эстафету также примут в Абхазии, Казахстане, Белоруссии, а также в Луганске и Донецкой областях. Завершится эстафета памяти 9 мая в Севастополе. Осман Казаков, Игорь Бигулин, Вести, Кабардино-Балкария. На повестке дня около 20 вопросов. Сегодня состоялось пленарное заседание парламента Кабардино-Балкарии. Депутаты обсудили и приняли несколько социально значимых законов и постановлений. Во втором чтении приняты поправки в Конституцию КБР и Кодекс об административных правонарушениях. Изменения внесены в статью о гарантиях прав ребенка. Теперь с 23 часов до 6 утра несовершеннолетний не может находиться в общественных местах без сопровождения родителей. Депутаты также приняли закон о наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями по созданию административных комиссий. Документ наделяет муниципалитеты правом составлять административные протоколы. Социальное значение имеют и принятые поправки в закон об охране здоровья населения. В него введена новая статья, которая предусматривает реорганизацию унитарного предприятия «Аптечный склад КБР». Каждая конкурсная процедура, а у нас их идет сотни ежедневно по закупкам лекарственных препаратов, длится около двух месяцев. Что срывает очень часто аукционные процедуры и вызывает несвоевременность доставки жизненно важных препаратов, инсулинового ряда сердечно-сосудистых препаратов, препаратов онкобольным и препаратов для больных с редкими орфанными заболеваниями. Данная система позволит работать в рамках 223-го федерального закона, который наделяет нас полномочиями самостоятельно определять объем закупок у единственного поставщика, то есть без проведения конкурсных процедур. Депутаты также внесли изменения в законодательство, которые вводят на территории республики запрет на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков крепостью до 9 градусов. Кроме того, парламентарии выслушали отчеты уполномоченного по правам человека в КБР и председателя контрольно-счетной палаты республики. Спасибо за внимание. Рост 37%. Ровно настолько увеличился объем жилья, сданного в республике, за первые два месяца этого года, сообщает Кабардино-Балкария Стат. Цифры сравниваются с аналогичным периодом 2014-го. С января предприятия и организации построили более 90 квартир общей площадью около 12 тысяч квадратных метров. В сельской местности появилось 70 новых квартир общей площадью свыше 8 тысяч квадратов. Это на 70% больше, чем за такой же период прошлого года. Сегодня утром автомобильная колонна МЧС с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР прибыла на территорию самопровозглашенных республик. Напомню, в конвое 140 автомобилей, на борту свыше 1600 тонн гуманитарной помощи, в том числе из Кабардино-Балкарии. Колонна доставила предметы первой необходимости и медикаменты. Основную часть груза составляют семена ячменя, подсолнечника и кукурузы, необходимые сейчас для весенней посевной кампании. К слову, 140 тонн кукурузы, которые отправили в Новороссию, выращены в Кабардино-Балкарии. Она считается одной из лучших в списке семенных сортов. Мешки со злаками грузили в транспорт на территории сельхозпредприятия в Баксане. Контроль обеспечивала республиканская МЧС. На Эльбрусе успешно завершились две поисково-спасательные операции. Об этом сегодня заявили в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Накануне спасатели спустили с горы группу из трех москвичей, а следом и ростовчанина он сломал ногу. В первом случае один из пострадавших в результате гипоксии сорвался вниз по склону и получил ушибы тела. На поляне АЗАУ сотрудники Центра медицины катастроф оказали ему специализированную помощь. Два других участника группы от услуг врачей отказались. Спасательные работы велись на высоте 5300 метров. Пострадавший был успешно эвакуирован и передан бригаде медицинных катастроф, которые оказали ему помощь. Вторые поисково-спасательные работы проводились на высоте 3000 метров возле станции Кругозор. При спуске с горы горнолыжник получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Лыжника также доставили на поляну АЗАУ, а затем в Эльбрусскую райбольницу. Как говорят медики, сейчас его жизни ничего не угрожает. К другим темам. Как функционирует законодательная власть в Кабардино-Балкарии. Об этом студентам и школьникам рассказали в парламенте КБР. Встречи с молодежью в рамках просветительского проекта «Государственный час» проводятся уже не первый год. С подробностями наш корреспондент Карина Аванесова. Юным гостям рассказали о становлении государственности в Кабардино-Балкарии и структуре высшего законодательного органа. Вице-спикер Салим Жанатаев призвал школьников быть активными гражданами своей страны. По его словам, республике созданы все условия для реализации современных проектов и законотворческих инициатив, в том числе молодежных. Вы наше будущее, вы поколение, которое будет прославлять нашу страну. И от того, какими вы специалистами будете, какими вы патриотами республики страны будете, будет зависеть наша жизнь завтра. На встрече в основном говорили о пропаганде здорового образа жизни, поддержке талантливой молодежи и нововведениях в системе образования. Что делается в республике для того, чтобы выпускники не поступали в наше высшее учебное заведение? Выпускники школ хотят учиться в самых престижных вузах нашей страны, ничего плохого нет. В общем-то, и целью введения единого государственного экзамена было то, чтобы дать возможность выпускникам школ обучаться там, где они хотят. Конечно, туда много наших выпускников уезжают, но мы с большой надеждой, что они вернутся в нашу республику. Как отметила Светлана Азикова, Кабардино-Балкария – сельскохозяйственная республика. И для ее полноценного развития нужны специалисты в сфере АПК. Карина Аванесова, Игорь Мигулин, Вести Кабардино-Балкария. «Балкария. Время и судьбы» под таким названием в Национальной библиотеке проходит книжно-иллюстративная выставка. Приурочили ее ко дню возрождения балкарского народа. Для читателей подобраны десятки книг, газет, архивных документов, в которых отображается период становления государственности балкарского народа. Здесь также представлены материалы о выдающихся людях, которые внесли значительный вклад в развитие послевоенной экономики, медицины, культуры и искусства нашей республики. «Сегодня мы видим работы, посвященные героям Советского Союза. Это Алиму Байзултанову, Мухаширу Умаеву. Также героям социалистического труда материал о Шамкас Чегировой, Фазике Умаевой, Шарапудине Мулаеве. Наряду с этими великими, известными людьми представлен материал и о докторах наук, о деятелях культуры и искусства». С начала года это уже третья тематическая выставка, посвященная депортации и реабилитации балкарского народа, которая проводится в Национальной библиотеке. «Певцы в погонах» в Культурном центре Республиканского МВД прошло награждение победителей внутриведомственного смотра конкурса. В течение года сотрудники министерства соревновались в художественной самодеятельности. Оценивали их творчество представители Республиканского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, литературного объединения ЛИРа, а также профессиональные актеры. Состязались между собой команды всех подразделений МВД. Максимальные оценки жюри выставило пристегнутому отделу. Именно так назвали себя госавтоинспекторы совместно с управлением вневедомственной охраны. «Номера были разные, конкурсная программа была разная. Кто-то представлял песни, у кого-то это было авторское чтение, у кого-то авторские песни, у кого-то инструментальные ансамбли. В частности, управление вневедомственной охраны выставило композицию, в которую входили и авторские чтения, и по сюжету были и песни». Победителям и участникам вручили дипломы. Особо отличившиеся команды продолжат участие уже во всероссийских соревнованиях. Далее о «Покорителях неба». Авиамоделисты Нордкалинской станции юных техников готовятся к новым международным соревнованиям, среди которых этап Кубка мира. Эта школа молодых конструкторов работает в республике уже более полувека. Из ее стен вышли крупные специалисты ракетно-космического комплекса и машиностроения российского уровня. Тему продолжит наш специальный корреспондент Наталья Булат. Сергей Кустарников – бронзовый призер чемпионата мира по авиамодельному спорту. Ученик станции юных техников в прошлом году победил в классе резиномоторных моделей. На этих же соревнованиях в командном зачете в составе сборной страны завоевал золото. Сейчас готовится к новым победам. Авиамоделирование для Нордкалинской школы доп. образования является ведущим. Именно в этом направлении достигнуты основные результаты не только на российском, но и мировом уровне. В этом году мы проводим этап Кубка мира и чемпионат России по авиамодельному спорту. Финал Кубка России по кордовым авиамоделям. Кубок России по ракетно-модельному спорту. На который собираются сильнейшие спортсмены как России, так и ближнего и дальнего зарубежья. Так что у нас достаточно высок уровень именно спортивных мероприятий. Сегодня в семи кружках станции юных техников занимается более 300 детей от 7 до 18 лет. Под руководством опытных педагогов они осваивают азы не только авиамоделирование и радиотехники, но и ракета и судостроение. Картинга ребята самостоятельно разрабатывают новые модели, своими же руками конструируют детали. Полигоном испытаний становятся площадки на соревнованиях. Я на станцию хожу около 6 лет. За это время я принимал участие в многих соревнованиях. На последних соревнованиях всероссийского уровня я занял третье место. Сейчас ремонтирую крыло радиоуправляемого планера. В нынешнем году юных техников ждет свыше десятка соревнований. Воспитанники станции уже думают над тем, чем бы удивить членов жюри. Наталья Булат, Халид Шахмурзаев, Эдуард Ногма, Вести, Кабардино-Балкария. А сейчас прогноз погоды от центра ФОБОС. Зухрой Пшихачевой сразу после короткой рекламы. Смотрите продолжение федеральных вестей. Мы же с вами увидимся в 19 часов 35 минут. Добрый вечер. В Зольском районе порывы ветра до 8 метров в секунду. Днем 9 тепла. Сухо и малооблачно в горах. У подножия Альбруса в светлое время суток около нуля. Ночью умеренно морозно минус 2, минус 4. В Тернаузе воздух теплее. Плюс 5 градусов. Благоприятные погодные условия. На большей части Баксана, Чегема и Нордкалы от 6 до 11 тепла. Ясное небо способствует росту температуры в Прохладненском и Майском, в Терском и Лискенском районах. По прогнозам термометры покажут до 12 градусов. Давление немного понизится. Плюс 8 и средний уровень влажности в Кашхатау. Над столицей Кабардино-Балкарии облаков немного. На термометрах 9-11 с плюсом. Это все о погоде. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»